Музыка Мы решили не оставаться в стороне от темы, которая обсуждается сегодня в городе Уфантин, наверное, всеми. Потому что у нас общественная организация, которая объединяет в себе очень многие структуры. У нас дети инвалиды, и многодетные мамы, и матери солдатские, и общественная организация «Азбука для родителей». Мы дружим и с ветеранами, в учебственном контакте работаем. Я хочу сказать, что мы вообще решили сделать общим обращением к городскому главе, ну и к жителям Южного обратиться с просьбой поддержать эту идею. Потому что, наверное, мы здесь женщины, женщины всегда за мир. Поэтому и говорим, что проспект Мира мы просим назвать только потому, что это, наверное, самое важное в жизни ребенка, взрослого, пожилого человека. Потому что все, что у нас связано, мы уже сейчас начинаем это четко понимать для себя, что это мир. Бывает, многие вопросы затрагиваются. У нас все-таки говорим мы о главной улице города. Вот пусть она будет проспектом Мира. Ну а поддержат нас жители города или не поддержат, это уже будет результатом нашей работы. А вы видели, мы единодушно, в общем-то, решили именно назвать проспектом Мира. А как получится, я думаю, что мы будем спрашивать друзей, знакомых и членов нашей организации. У нас здесь в Любаве будет открыто с 3 до 7 ежедневная организация, она и так открыта. Значит, где будут лежать бланки, каждый желающий, житель города Южного может подойти сюда и расписаться о том, что он согласен с этим названием. Мы все приглашаем. Мы не говорим о дележке, мы говорим именно то, что было в плане города Южного, как он был, этот единый проспект. Вот пусть он и будет проспект Мира. Это не идея наших депутатов, не идея местного совета. Это мы выполняем то решение, которое нам, у нас в Украине было принято Верховной Радой. И хотим мы, не хотим, если мы не переименуем сами, если мы не скажем свое слово, нам с Киева пришлют то название, которое они посчитают нужным для нашего города. Мы живем в нашем городе, для нас это тоже важно, особенно важно для жителей улицы Ленина, бывшей, пока что еще проспект Ленина, да. Поэтому я думаю, что нам надо сказать свое слово, а не ждать тогда, когда нам навяжут какой-то другой вариант. Если не трудно, мы не в жару, мы вечером можем здесь дождаться, ну, до семи надо будет это сделать. Пожалуйста, сейчас не такая уж жаркая погода, с шести до семи можно прийти. У нас уже проходило собрание нашей депутатской фракции, и вот наши все депутаты, мои коллеги по общественному блоку, мы обсуждали эту ситуацию, которая у нас сегодня существует в связи с принятием закона о декоммунизации. В данном случае, я уже говорил об этом ранее, что у нас в данном случае нет возможности выбирать, переименовывать или нет. В любом случае переименование будет происходить. Согласно закону, у нас там последняя дата, это 21 ноября в этом году. Если городской совет и городской голова не примут решение о переименовании, это будет сделано распоряжением областной государственной администрации. То есть губернатор тогда самостоятельно переименует эти улицы, согласно действию этого закона и положениям. Я думаю, что здесь южницы не должны эту инициативу отдавать в чужие руки. Мы общаемся с людьми, изучаем их мнение, проводили совещание между собой, не одно на эту тему, разные названия на нем звучали. Вот нас на сегодня, мы готовим документ, который будет передан имя городского головы от депутатов. И есть такое у нас видение, что поскольку у нас действительно сегодня проспект Ленина, он разделен фактически и изменен. Потому что когда мы меняли второй микрорайон, его план детальной планировки, там произошло его заужение в этой части. И он сегодня разделен непроездной площадью, по которой не будет проезда. Мы понимаем, что никогда. Поэтому вполне логично выглядит, чтобы действительно мы могли широкую часть проспекта ей присвоить одно название и верхняя часть проспекта, чтобы носила другое название. Это будет, я думаю, вполне логичное решение, потому что они действительно отличаются между собой, они несколько разные. Здесь у нас широкий проспект с большой пешеходной частью по территории, который мы планируем в дальнейшем реконструировать в ближайшие, может быть, год-два. Там будет серьезная реконструкция, мы хотим его сделать, чтобы он действительно был таким центральным городским проспектом с точки зрения отдыха горожан. Чтобы он был сделан в той же манере, как у нас сегодня оформлена и выполнена городская площадь Победы. И поэтому есть такое у нас мнение, которое мы уже собой выработали, и сегодня мы приглашаем всех южницев к этому нашему диалогу и, может быть, поддержать тех, кто нас в этой части поддерживает. Сегодня, как никогда, наверное, актуально и всегда актуально такое понятие, как мир. Мир для страны, это мирная жизнь. И сегодня мы это все прочувствовали. К сожалению, так получилось в эти последние годы, насколько это стало для всех, как коснулось каждого. И, я думаю, проспект мира, он сегодня совершенно, ну так, звучит, как там, мне даже кажется, альтернативы мира сегодня и нет, наверное. Все равно наша задача, чтобы страна развивалась, чтобы вернуться в мирное русло, чтобы мы всегда здесь мирно и счастливо жили. Есть у нас такое предложение, широкую часть проспекта с пешеходной его территории, чтобы он назывался проспектом мира. И верхняя часть проспекта, поскольку мы давно об этом уже говорили, логично, мы сейчас нам благоустраиваем сквер, который мы тоже делаем таким местом, скажем, для проведения общегородских мероприятий. Там стоит сейчас памятный знак Шевченко. И вполне, конечно, я думаю, будет правильно, если эту часть верхнего проспекта будет называться Шевченко, носить его имя, поскольку там уже есть благоустроенная территория, мы дальше ее разовьем. И это будет, я думаю, город и получит сразу как бы две новых улицы таким образом. Это наша такая инициатива, еще работает комиссия, есть разные предложения. Я озвучиваю ту, которая сегодня вырабатывается среди депутатского корпуса. Я говорю о депутатах оппозиционного блока. Вопрос открытый сегодня стоит, но тем не менее комиссия завершает свою работу. Мы хотели бы тоже уже высказать свое мнение, мы его обсуждали, и у нас вот есть такое вот видение. Общественная приемная у нас всегда работает на Ленина 19-3, это где находится компания ТНЭТ, второй этаж. Вот так, чтобы легче было сориентироваться за торговым центром. Мы работаем все рабочие дни с 9 до 6 вечера, поэтому, пожалуйста, могут сюда приходить. Жители есть, телефон у нас 3-22-55, на который можно позвонить сюда и тоже высказать свои предложения, свои замечания. Лучше прийти, потому что можно здесь тогда поставить свою подпись в поддержку этого решения. Потому что мы хотим, прежде всего, услышать мнение всех южниц, и чтобы мы все понимали, у нас нет альтернативы. Мы не можем отказаться от переименования, мы все равно будем переименовывать, это законодательно. Либо дадим эту инициативу за пределы города. Поэтому нужно это сделать, и это должно звучать достойно для города и отражать суть нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова